И говорить о своей провокации. Чтобы не выставить его как виноватого. Мне просто это нужно. Я чувствую, что после этого у меня как, ну как бы так, глаза лучшие открываются. То есть ни в коем случае не подскажите ему, чтобы этого не делал. Это мне просто как свежий глоток воздуха. Получается, что я ничего нехорошего о мужа не говорю, если я акцент делаю о своих провокациях. Конечно, конечно. Он выражает недовольство. Ну порой как-то так, порой резко где-то. Ну в общем-то можно детали не употреблять, каким образом резкость его проявляется. Главное говорить о себе. Я пока еще вот такая вот. Какое-то слово дальше подобрать, но сами подберите. Хорошо, спасибо большое, учитель. Учитель, еще хотел насчет вот этого испытательного срока условного. Если человека мы не приняли в семью, да, мужчину, то в семье есть такое понимание, что, ну, и он хочет войти в семью, тогда нужно ему вот это, поставить эти условия, чтобы он, ну, к примеру, нужен посещать обязательно утренний богославий, литургии. Ну, то есть вести себя, как и член семьи. Вот, в частности, трудиться в семье по согласованию с госсоветом, там, десятину платить в общие церковные фонды, вот, предупреждать о невозможности прийти на богославий, вот, вот такие моменты. Уместно ли такие требования семье поставить к человеку, который хочет войти в семью, но семья его не берет. Вы предлагаете те условия человеку, которыми пользуетесь сами, и которые являются у вас правилами. Это не просто требование к человеку, ведь человек хочет войти в семью, где уже есть какие-то установившиеся правила. Вы просто знакомите человека с этими правилами, и он, естественно, должен подтвердить, что он готов их исполнять. Иначе какой смысл ему давать испытательный срок, если он их не способен исполнять и не хотел бы исполнять? Тогда нет встречи об этом, о вхождении в семью. То есть он, по крайней мере, должен согласиться с существующим укладом, который он желает исполнять. Да, может быть, что-то у вас и какая-то тоже, по-своему, какая-то эгоистическая дурь проявится. Любите ли лишние требования какие-то поставить. Но это не столь важно. То есть вы такие, какие есть, значит, ваши вот эти все отклонения своеобразные, они становятся уместными. Они как своеобразный урок для того, кто бы пытался бы войти к вам в коллектив, быть с вами. То есть вы неизбежно какие-то можете отклонения задать там. Постепенно понять, что это ерунда, все, отказаться от этого. Но это будет со временем вашего роста происходить. Сразу как-то следить за тем, чтобы вы идеально выставили какие-то условия, будет сложно. Это мне надо постоянно смотреть, не придумали ли вы что-то новое и переспрашивать всегда. Но это будет как-то неинтересно. Лучше, чтобы вы время от времени все-таки выставляли свою какую-то такую странность. Или пугали немножко входящего, который бы крутил у виска рукой и думал, что это за коллектив такой. Ну, это нормально. Потому что для него это очень важный урок. Потому что это не столь страшно, какой пример вы там выставили. Важно должно быть желание быть вместе. И только вместе потом смотреть и решать, что лучше сделать, что убрать как лишнее. Но нужно быть вместе, чтобы это все решать. А не ждать, когда что-то созреет настолько идеально, куда уже потом он будет готов войти. Но он не будет готов на самом деле по своим качествам туда войти. Он будет недостоин такого общества. Он не сможет туда войти. И уже другая будет совсем история. Входить надо сейчас, когда из всех вас так и прет всякая личность, от которой надо убирать. Убирать из себя лишнее это все. Все. Завершаем. Необходимое слышали? Теперь делайте. Желаю вам счастья. До встречи. Правильно ли было семье не принять брата в семью сразу после покаяния и оставить его на таком своеобразном испытательном сроке на один год? Если брат больше года назад вышел из семьи по причине того, что не смог исполнить правила, установленные на тот момент. И не желая быть нарушителем, и не желая... Покаяние не означает, что сразу можно вернуть какую-то ответственность. Если семья так увидела благоприятным, попробуй. Пожалуйста. Здесь нет закона такого, регламентирующего какое-то количество времени, выдержать или не выдержать. Если решили так посмотреть за человеком, пожалуйста. Тем более, что эта установка, которую может принять семья, она может точно так же быть изменена той же самой семьей. Если увидится ее какой-то уже ненужность в чем-то проявляющейся. То есть, увидев какую-то достойность человека, вы вполне можете раньше времени прекратить этот испытательный срок и уже взять полноценно. Либо, если увидите какую-то шаткость и усложненность, можете и продлить этот срок. То есть, это как бы некоторая условность, которую не надо так жестко рассматривать, как если уже установили, то обязательно день в день ее исполнить. Вы условно так обозначили, приблизительно. Чтобы уже так не создавать большие суеты, если бы сказали, ну, давай на месяц. И так каждый месяц пересматриваете, только больше времени теряете, но это будет совершенно ни к чему. Ну, год обозначить, да хоть 10 лет. Верующего не должно это смутить, по идее. Так, если говорить о нормальном верующем человеке. Не важно, сколько ему братьев уделили времени на какой-то испытательный срок. Для него важна возможность, хоть какая-то, быть полезным и пробовать применять свои возможности и усилия во благо ближних. Хоть какая-то. Дали маленькую возможность чистить сапоги регулярно всем. Он с удовольствием это сделает. С удовольствием и будет вкладывать всю свою душу, молитвенное состояние, делая дело свое простое, но как можно интереснее. Его не должно так уже сильно взволновать, почему ему не доверяют что-то большее. Любая попытка возмутиться по этому поводу, любая попытка, говорит о недостойном проявлении ваших качеств. Это уже начинает выходить ваша значимость. Она начинает возмущаться. Будьте внимательны уже по такому нюансу, присматриваясь к самим себе. У нас вот, понимаешь, даже не с этим человеком, просто в семье 50 на 50 начинают разделяться мнения. Можно не объяснять, вы сами решаете. Как большинство решило? Как? Да, решили так. Все правильно будет. А вот одного брата там очень сильно смущает то, что человек, когда выходил, он не пришел на семью, на собрание, а просто позвонил по телефону, сказал жене, передай, вот не могу все уже. Ну да, это больше к слабости относится. А его смущает, что это грубое такое нарушение. Это не грубое нарушение, но это больше проявляется слабость человека. Его страхи, комплексы и так далее всякие. Чем больше он позволяет им проявляться в себе, не побеждая себя, тем сложнее будет в дальнейшем. Они будут укрепляться. И каждый в Новый год, проведенный им в стороне, где-то там не решая правильно свои вопросы, будет только усложнять эти внутренние установки. Каждого из вас это касается. Как только где-то смолодушничали, удержали себя от того, чтобы победить какой-то в себе комплекс и сделать какой-то смелый шаг, вы только его укрепляете. Он дает новый поросель, цепочку каких-то таких отклонений, которые в вашей психике начинают все больше формировать такую, ну, какую-то зацикленность негативного характера. Вам будет только сложнее со временем с этим справиться. Только сложнее. Другого выхода у вас не будет. Облегчить вот эту часть. Надо побеждать сразу. Как только появляется хоть какой-то намек, что где-то что-то надо в себе преодолеть, попробуйте преодолеть. Не теряйте время, не отпускайте на потом. Брат даже признавался, говорит, я сейчас как на этом, на грани такой стою, говорит, еще немножко, а он такой производственник, еще немножко, говорит, я начну склоняться в сторону этих людей, в общение с бизнес-людьми, там, в свой круг общения, появляется. И уже то, что происходит... Ну, конечно, ну, это сам решит. Ну, склониться, да и хорошо тоже. Вот, говорит, и это, бегом в семью, потому что почувствовал эту грань. Вот, вот так надо уметь в себе прислушиваться. Вот это судьбоносные моменты, которые могут уже не повторяться. То есть вы дозреваете до какого-то момента. И как только это дозревание подоходит до какой-то веточки, разветвляющейся в вашей судьбе, вы начинаете чувствовать необходимость какого-то решения принять. Туда или туда отклониться. Повторно то же самое ощущение через время вы уже ощущать не будете, потому что вы уйдете с этой веточки в какую-то сторону. То есть вы не сможете это тоже самое ощутить. Вы неизбежно куда-то пойдете.